Лига фотохудожников рекламы и Российское общество стереохудожников представляет технологию изготовления объемных портретов людей, которые можно рассматривать без специальных приспособлений – стереочков или стереоскопов. Объемный портрет состоит из двух частей – кодированного изображения и линзового растро. А теперь рассмотрим технологическую цепочку изготовления объемных портретов. Всего 10 шагов. Первый шаг – съемка ракурсов. Второй шаг – копирование отснятых ракурсов на компьютер. Третий шаг – выравнивание ракурсов. Четвертый шаг – выбор и установка стереоокна. Пятый шаг – кадрирование. Шестой шаг – кодирование. Седьмой шаг – печать. Восьмой шаг – просушка-отпечатка. Девятый шаг – склейка-отпечатка с линзовым растром. Десятый шаг – вставка стереокартины в рамку, паспарту или обрезка ненужных краев растры. Технология изготовления объемных портретов не так уж и проста. Я считаю, что это хорошо, потому что люди будут обращаться к услугам специалистов, освоивших эту технологию. Посмотрите, что произошло. Появились дешевые цифровые фотоаппараты и исчезли курортные фотографы. Люди не так нуждаются в услугах профессиональных фотографов, как это было раньше, до появления цифровой техники. Объемные портреты привлекают внимание людей. И они готовы получить объемный портрет себя, любимого, несмотря на высокую стоимость. Но, к сожалению, в фотостудиях нет пока такой услуги. А это очень перспективное направление для фотографов-предпринимателей. Съемка объемных портретов людей. Посмотрим на технологическую цепочку изготовления объемного портрета. Первый шаг. Съемка ракурсов. Осуществляется при помощи одного фотоаппарата, движущегося по направляющей рельсе. Эту рельсу еще называют слайдером. Купить можно на Amazon.com или найти в русских интернет-магазинах, продающих фотооборудование. Фотоаппарат снимают в режиме серийной съемки. Но при этом фокус фотоаппарата должен быть обязательно фиксирован. Иначе фотоаппарат может сфокусироваться или на заднем, или на переднем плане. А главный объект, человек, которого мы фотографируем, окажется расфокусированным. При выполнении стереофотосъемки фотоаппарат движется горизонтально. Желательно избегать вертикальных колебаний. Для этого существуют рельсы. Вы готовы, да? Приготовились? Начали! Фотограф сделал несколько кадров с разных точек зрения. Теперь их нужно скопировать на компьютер или ноутбук. Лучше всего, конечно, беспроводная связь. Сейчас продаются фотоаппараты уже со встроенной Wi-Fi связью. Я рекомендую покупать именно такие фотоаппараты для объемной фотосъемки. Оператор задает папку, каталог, куда летят файлы. Из этого каталога они легко и быстро загружаются в программу Лентикуляр Фото Процессор. В программе Лентикуляр Фото Процессор задается каталог, откуда будут загружаться отснятые фотографии. Фотографии загружаются нажатием клавиши F9. Также есть настройка. Загружать только последние отснятые кадры. Вы сделали серию ракурсов. Нажали клавишу F9. Загрузили эти ракурсы в программу. Посмотрели неудачные. Снимаем следующую серию ракурсов. Ракурсы летят на компьютер в тот же самый каталог. Вы нажимаете клавишу F9. И в программу Лентикуляр Фото Процессор загружаются только те кадры, которые вы отсняли только что. То есть новая серия кадров. Предыдущая серия кадров удаляется, а новая загружается. Серия ракурсов загружена в программу. Приступаем к третьему шагу. К выравниванию ракурсов. Фотоаппарат движется по ровной прямой рельсе. Без наклонов. Ни влево, ни вправо, ни вперед, ни назад. Фокус сфиксирован. Поэтому нам достаточно выровнять сдвиги по осям X и Y. Нажимаем вот на эту кнопку с двумя перекрестиями. Переходим в режим выравнивания по одной опорной точке. Вот она появилась, опорная точка. Еще выбираем первый кадр, потому что выравнивание идет по первому кадру. Хватаем перекрестие мышкой и тащим в ту точку, по которой мы будем выравнивать. Эта точка должна быть контрастной, яркой и видной на всех кадрах. Она не должна перекрываться и не должна вылетать за пределы кадра. Вот так вот. Поставим ее на сердечко. Нажимаем на кнопку Auto. И происходит автоматическое выравнивание ракурса. Вот видите, все выравнены по этой точке. А теперь посмотрите на таблицу справа внизу. Вот она. В ней изменились значения сдвиги по оси X и сдвиги по оси Y. Раньше они были нулевые, а после выравнивания появились ненулевые значения. И теперь эти значения надо сохранить в отдельный файл. Можно и не сохранять, это уж вы как хотите. Но лучше сохранить, чтобы в следующий раз не повторять процедуру выравнивания. Также вы видите и поворот, и масштаб. Но в данном случае ни поворот, ни масштаб выравнивать не нужно. Нужно выравнивать только сдвиги по оси X и Y. Сохраняем. Даем ему название. Такое же, как у серии кадров. Чтобы не запутаться. Не сохраняем. Файл с настройками для выравнивания. Сохраняем. Переходим к четвертому шагу. Выбор и установка стереоокна. Немаловажный момент в работе. Определить, где будет находиться плоскость с нулевым параллаксом. Она же называется стереоокном. Эта плоскость будет совпадать с плоскостью открытки. Детали с отрицательным параллаксом вылезут вперед. Будут как бы висеть в воздухе над плоскостью открытки. А детали с положительным параллаксом будут находиться в глубине. Как бы внутри стереооткрытки. Если все лицо должно располагаться в глубине, тогда ставим нулевой параллакс на кончике носа. А если вы хотите, чтобы лицо вылетало вперед или, скажем, рука тянулась к зрителю, тогда ставим нулевый параллакс на ушах или на плече. Как вы пожелаете. Все зависит от замысла художника. Нажимаем вот на этот значок. Режим смены стереоокна. Увеличим картинку. Это у нас первый кадр. Где у нас будет нулевый параллакс? Вот на брови. Вот здесь вот. Теперь последний кадр. И сюда же смещаем линию на бровь. Вот так вот. Все. Отпускаем мышку. Ракурсы выровнены. То есть стереоокно смещено. Смещено. Вот. Все на брови. Все кадры. Так. А теперь давайте поставим на кончик носа. Вот сюда сдвинем. Первый кадр. Теперь последний кадр. Опять же сюда сдвигаем. Отпускаем мышку. Хлоп. Все. Теперь у нас нулевой параллакс на кончике носа. Вот. Посмотрите. Вот это режим смены стереоокна. Можно установить, где пожелаем. Ну давайте вот еще на ухе установим. Ставим на кончик уха. Первый кадр. Последний кадр. Туда же сдвигаем. Хлоп. Все. Стереоокно теперь у нас в том же плоскости, где ухо. Пятый шаг. Кадрирование. Обрезаем все лишнее. Вот это вот режим обрезки. Устанавливаем линии. Сдвигаем как нам нужно. И смотрим еще на последний кадр. Ну допустим нам нужна открытка размером 10 на 15 сантиметров. Будем обрезать пропорционально. Ширина 15, высота 10. После такой настройки линии будут меняться непроизвольно, а так, чтобы сохранялись пропорции 10 на 15. Шестой шаг. Кодирование. Линзовые растры мы уже протестировали при помощи программы PitchTest. Определили точную частоту растры. И это значение мы используем для кодирования. Переходим в диалог кодирования. Выставляем частоту растры. Ну допустим 62,4. Ширина 15 сантиметров, высота 10. Разрешение печати 720. Принтер Epson. Выравнивающие риски по 4 мм. И убираем галочку сохранить изображение на диск. Кодированное изображение будет храниться только в оперативной памяти. И из оперативной памяти посылаем его на печать. Но можно конечно и зажечь галочку. Сохранить кодированное изображение на диск. Задать каталог. Куда это изображение будет сохраняться. Открыть его. Ну допустим в программе Adobe Photoshop. Чтобы подкрутить уровни. Добавить яркости. И из программы Photoshop пустить на печать. Седьмой шаг. Печать. Выберите самые лучшие настройки фотопечати. И сделайте их настройками по умолчанию. Чтобы в следующий раз при печати кодированного изображения. Случайно не напечатать в режиме черновик. То есть самыми худшими настройками печати. Восьмой шаг. Немаловажный шаг. Отпечаток нужно обязательно просушить. Сырые отпечатки приклеивать к растру ни в коем случае нельзя. Чернила под растром поплывут. И отпечаток станет мутным. И это будет заметно не сразу. А через несколько дней. Отпечаток с водорастворимыми чернилами. Нужно сушить не меньше 40 минут. А лучше 2 часа. А можно положить отпечаток на сутки. И склеить с линзовым растром только через сутки. Пигментные чернила сохнут быстрее. Поэтому отпечаток можно посушить несколько минут. И приклеить к растру. Девятый шаг. Склейка отпечатка с линзовым растром. Самый тонкий момент. Самый муторный. Если склеишь криво, то придется отрывать отпечаток. Заново печатать и заново приклеивать. Здесь лучше не торопиться. Растром покрыт пленом слоем. Который закрыт прозрачной защитной пленочкой. Мы ее отрываем, обливаем на 1 см. Для надежности можно приклеить вот эти кусочки бумаги. Они будут играть роль от жидных планок. Они позволят пристать клею бумаги раньше времени. Теперь кладем уравниваем. После того, как мы выровняли отпечаток, мы начинаем давить от центра к краям. Мы приклеиваем вот этот кусочек клея к бумаге. Теперь отрываем наши отжимные планки. Сейчас прикатываем отпечаток с помощью ламинатора. Откатываем его к ламинатору. Отгибаем отпечаток. Берем за счетную пленку и отрываем ее прямо перед валами ламинатора. Таким образом прикатываем весь отпечаток. Вставляем стереокартину в рамку, в паспарту или просто обрезаем лишние края. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...